Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать о такой важной части работы с сайтом Алиэкспресс, как споры, диспуты и проблемы, которые возникают, если пришел не тот товар, или в общем вы чем-то, что-то вас не устраивает, вы хотите вернуть свои деньги. И начну я с того, что расскажу просто свою ситуацию. Это было так, что я оплатил свой заказ, все как всегда, но продавец дал мне трек номер, который недействительный. То есть он посылку меня не отправлял, он не отслеживался в течение очень долгого времени ни одним сайтом. То есть я открыл спор, диспут долгими этими всеми процессами, но я свои деньги вернул обратно. Не так уж это и тяжело было, то есть я сталкивался непосредственно сам с такими проблемами. Хочу сказать, что все платежи, проходящие через Алиэкспресс, они защищены системой СКРОВ. Если с вашей покупкой какие-то проблемы, у вас всегда есть возможность открыть диспут, спор и вернуть свои деньги, если на самом деле что-то не так. То есть на Алиэкспресс можно открывать диспуты неоднократно, то есть не один раз. И я вам покажу сейчас просто, где это делать. В мой Алиэкспресс мы, как всегда, направляем мои заказы. То есть заходим в меню ваших заказов и напротив ваших покупок появится такая вкладочка Open Dispute. То есть здесь появляется такое меню, переведем его на русский. Описывать его долго не буду, то есть вы просто здесь описываете свою проблему, хотите ли вы вернуть деньги, хотите частично вернуть деньги. Хочу обратить ваше внимание, если возвращать товар обратно, то вы платите за доставку сами. Описывайте вашу проблему и если требуется, прикладывайте файлы. В дальнейшем будут еще анкеты, то есть дальше, когда вы заполните это. То есть будут еще анкеты, которые будут уточнять уже вашу проблему, чтобы помочь вам решить ее. То есть диспуты можно открывать не сразу, все зависит от времени. Все зависит от не времени, а все зависит от того, чем вы заказываете, чем отправляется ваша посылка. То есть для чина пост это возможно с 6 дней, от 6 дней уже, когда товар отправлен, и по 39 день это и больше. То есть это меняется, вторая цифра. Ну, в принципе, я думаю, главное следить за вашим таймером заказа, который находится вот здесь. То есть, если что-то не так, если товар не отслеживается, не дожидайтесь, пока на таймере останется один день или совсем чуть-чуть. Спрашивайте с продавцом, общайтесь. Все продавцы боятся споров, не стесняйтесь их открывать. После того, как вы откроете спор, здесь будет галочка «Закрыть спор». Все детали по спору вы нажимаете опять же сюда, и там будет центр споров или что-то в этом роде написано. Ну, я думаю, вы увидите. То есть разберетесь, если вы откроете спор. Если нет, обращайтесь ко мне, я вам помогу. Теперь я вам расскажу, в принципе, как это работает. То есть откроем такую картиночку. Вот вы заказали товар, товар отправлен. Проходит 5 дней, и вы теперь можете открыть спор. То есть именно, как я говорю, это спор. Здесь немножечко по-другому написано «Диспут». Ну, пусть будет диспут, это не суть дела. В общем, эти 15 дней вы можете решить проблему непосредственно с продавцом. Вы поговорите с ним, если он нормальный продавец. Он вам объяснит, в чем ситуация. Или поможет, или что-то пообещает, или расскажет. Но сильно не будьте доверчивыми. Не верьте таким продавцам, которые говорят «Отмените, пожалуйста». И все вам придет. Отмените споры, все равно вам все придет. Не волнуйтесь. То есть требуйте доказательств. И если вы не удовлетворены работой, вашим общением с продавцом непосредственно, через 3 дня вы можете перевести, вот как вы видите, жалобу в «Диспут». более открытый диспут. То есть это рассмотрение жалобы вместе с администрацией Алиэкспресс. То есть здесь вступает третье лицо. Здесь третье лицо вступает. И в течение 15-60 дней выносится решение. То есть деньги вернуть, не вернуть и тому подобное. Деньги возвращаются примерно 3-4 дня. Насколько мне возвращались деньги. По-моему, в течение 4 дней мне вернулись деньги на карточку. Поэтому рекомендую отправлять деньги с карточки, потому что на карточку их легко вернуть. То есть здесь включается третье лицо. Администрация Алиэкспресс помогает вам в решении спора. То есть задает какие-то вопросы, общается с вами, требует что-то от продавца или каких-то доказательств от вас. Но бывает такое, что администрация довольно-таки долго это все делает. И еще есть дополнительные адреса, с которыми можете связаться с Алиэкспрессом. То есть адреса администрации Алиэкспресс. Я эти адреса прикреплю к видео. То есть вы туда, если у вас какие-то серьезные проблемы, вы туда можете писать. Указывайте номер своего заказа. Указывайте или номер своего спора. То есть также объясняйте свою ситуацию с помощью Google переводчика на английском. Или если вы можете сами, можете на английском. То есть вы общаетесь с ними через email непосредственно. Но в основном все довольно-таки быстро решается в этом спор-центре. То есть в принципе самую основную информацию я вам рассказал. Если я что-то вдруг забыл, я это дополню под видео. Но в принципе по спорам, если у вас есть какие-то вопросы, вы можете обращаться ко мне. Я также вам помогу. Еще что хочу сказать. Если вам вынесли неправильное решение, по вашим взглядам, по вашему спору, администрация уже в конце, вы имеете право его оспаривать. То есть если отправить на email, вот эти, которые я вам приложу, эти email администрации Алиэкспресса заявки, если отправить жалобу, вам предоставят анкеты, вы их заполните. И то есть они работают и с этим. То есть решение, если вынесено неправильно, вы можете его оспорить и работать уже с ними. Далее инструкции, вопросы, все, они вам помогут в этом. Но если какие-то конкретные ситуации и у вас есть вопрос ко мне, все, что я знаю, я вам смогу помочь. Больше того, что я знаю, конечно не смогу. Но в принципе обращайтесь. Всегда буду рад вам помочь в решении ваших проблем и споров. Подписывайтесь на мой канал. Впереди еще много обучающих видео и в принципе интересных и полезных видео. В общем подписывайтесь. Это с вами был Данил Букреев.